Сейчас 8 изменений по поводу кладбища, хотелось более подробно эту информацию рассмотреть. Я так понимаю, в 2018 году какие-то деньги уделялись на проект, там 1 300 000, по-моему, или 1 200 000, по-моему, да? Эти деньги уже разыграны, аукцион, я так понимаю, на изготовление проекта, проект готов, да? Да, проект уже готов. Поэтому мы выходим в предложение в этом году на основании той проектной документации, которая прошла экспертизу, выходим на строительство. На сегодняшний день у нас касается вопрос по экспертизы санитарно-пхимической зоны. После получения экспертизы мы уже можем дать технические задания на организацию, которая будет в последующем выполнять данный вид работы. В прошлом году, я так понимаю, этот вопрос поднимался, там речь шла о какой-то заоблачной сумме, там порядка 150 миллионов, там 157 миллионов. Сейчас вы просите значительно меньшую сумму, это с чем связано? На какие работы? Ну, насчет заоблачной суммы, я не знаю, я думаю, что мы по выполнению... Проекта подразумевается, какая сумма, которую организация выиграла и проект заготовил? Я не готов, на 100%. Может быть, санитет торопитесь? Стоимость проекта была в 17-м году, там 1 миллион 200. Сейчас, согласно этому проекту, в любом случае, есть сумма общая, полная реализация этого проекта и реализация этих работ, правильно я понимаю? Сумма сейчас такая, чтобы согласно проекту эту территорию привести соответственно. Сейчас эту сумму, как я понимаю, мы ее делим на три части, делим... Подожди, давайте я отвечу. Мы задаем себе вопрос, на сколько составляет стоимость кладбища сегодняшнего центра, она составляет 147 миллионов рублей. 147 миллионов? Да, поискните записку, она у нас указана. То есть, на, грубо говоря, на строительство кладбища. Так точно, да. Сейчас мы делаем какой-то первый этап, да, так понимаю? Согласно проекту, работа, как бы, выделяется на три очереди. В первую очередь, вторая и третья. Мы сегодня рассматриваем вопрос в первую очередь. Это предусматривает себе 12 гектаров полезной площади у стола по закрадине. Это где-то 6 гектаров. Что включает в себе состав работы? Это порядка 900 метров от центральной дороги до кладбища. Это твердое покрытие. И остальное, 6 гектаров, это карты на квартала. Включает работу, это пескокровенная смесь, щебенка. Все, асфальт мы убрали. Потому что, если говорить о первой очереди, то ценовая политика вообще-то, по-моему, под 89 миллионов. То есть, мы ушли на 16 миллионов для того, чтобы подготовить ту работу, где можно уже начинать захоронять. Земля, я так понимаю, в городской собственности? Да. Вообще-то, по вопросу кладбища, она давно устояла. В 17-16-х годах. Но, к большому сожалению, что в городе Балаково нет земли. И эта земля перешла нам от Балаковского поселения, район. Кафадрок передал этот земельный участок администрации Балаковского муниципального района безвозмездное пользование. Согласно вот этому переданному участку, мы, получается, по периметру будем устанавливать забор. Правильно? Там вообще-то предусмотрено по всему периметру. Но, так как мы сейчас говорим про первую очередь, где-то порядка 900 метров будем устанавливать забор. То есть, прилегающая территория к этому участку, она осталась в ведении Балаковского муниципального образования. Просто я к чему все это дело подвожу, просто, опять же, это прилегающая территория, которая сейчас относится к Бакватровскому муниципальному образованию. Здесь надо, может быть, в том числе и к главе администрации Бакватровского муниципального образования обратиться с тем, чтобы та территория прилегающая, она, все-таки, я думаю, будет очень востребована предпринимательской среде, чтобы она у нас за копейки никак не ушла. И процедуру это отдельно рассмотреть. Откуда берутся вот эти 5 миллионов на первоначальный этап формирования нового плана? То есть, откуда эти деньги были? 5 миллионов, которые сейчас... 5 миллионов за счет остатка средств на 1 января 2019 года. 8 300, а остальные за счет перераспределения. Так, вы понимаете, еще идет о том, что в бюджете на 17-й год эти деньги были непредусмотрены? Непредусмотрены, потому что проектные работы были поздно. В январе только... Да, только в январе поступили сами документы по перечню работ, которые необходимо сделать. Это нужно, необходимость возникла сейчас. Перераспределяем с ней? Перераспределяем, да, из имеющихся средств. Я хочу у вас предложение, может быть, сложить рабочую группу, потому что вопрос очень такой серьезный и требует больших финансовых средств бюджета. Может быть, есть ли уже у меня ряд предложений, как минимизировать, скажем так, заправды на бюджет, может быть, провести, пригласить малый-средний бизнес, который занимается ритуальным условием, может быть, провести с ним совещание, рассмотреть вопрос, может быть, с каких-то ранок каких-то конституционных соглашений, вопрос соглашений. Посмотреть, что может быть предложить малый бизнес, средний бизнес, который занимается ритуальным условием и так далее. То есть, этот вопрос довольно-таки объемный и, я думаю, его нужно контролировать на каждом из трех разручных этапов.